Сейчас я расскажу, что здесь у меня было из БАДов в этой посылке. Здесь тоже интересный, как всегда, заказ. Есть новая информация какая-то, потому что меня многие смотрят из-за того, что у меня обзоры на БАДы. Я нахожу постоянно какую-то информацию, двигаюсь вперед. Какие-то уже даже для меня старые мои видео неактуальные, хотя там тоже очень много полезной информации для тех, кто еще в пути к самооздоровлению, самолечению, кто берет ответственность за свое здоровье. Я просто делюсь тем, чем я пользуюсь. Или кто-то меня просит заказать, я тоже в курсе, потому что сама могу что-то порекомендовать. Поэтому уже некоторые БАДы постоянно принимаю длительно. Какие-то я нахожу новые, подыскиваю для себя, когда у меня есть какая-то задача и надо ее решить. Постоянный заказ Эстросенс. Я его пропила курсом где-то полгода серьезно. А сейчас я его пью так, когда вспомню, если честно говоря, потому что я уже курс пропила серьезный, но стараюсь поддерживать баланс гормонов, эстрогенов. Поэтому лучше не запускать эту тему, поэтому я постоянно его принимаю. Вот у меня он есть еще. Я просто его взяла заранее. Вот такие здесь капсулы. Они пахнут немножко такой запах индол. Здесь так как индол, трикарбинол, брокколи содержится. Они пахнут брокколи. Некоторым может такой, как нафталина запах немножко. Бывало и посильнее пахли. Добавки это не самый такой запах плохой. Некоторые даже говорят, что отнесли врачу. Врач сказал, что плохой. Но это надо текать от этого врача сразу, если врач не знает, как пахнет брокколи. Индол, натуральные ингредиенты. Многие врачи назначают индол, трикарбинол, ДИМ при гормональных проблемах. Это препарат, в котором уже собраны все вещества, которые желательно принимать для нормализации эстрогена, для вывода вредного эстрогена из организма. Рекомендуется принимать для женского здоровья. Помогает при ПМС, при менопаузе даже. У кого есть повышенный эстроген, симптомы это очень обильные месячные миомы, фибромиомы, мастопатия. Какие-то кисты тоже могут быть из-за этого. При этом показан эстроген. Конечно же, надо переходить на постоянное питание без животной пищи. Потому что в животной пище сейчас очень много гормонов, которые как раз эту проблему для мужчин и для женщин дают. Здесь в составе кальций-деглюкрат, индол-трикарбинол, куркума, расторопша, силимарин 60%. Еще здесь помимо индола-трикарбинола, здесь индола-трикарбинола в двух капсулах 150 мг. И еще есть диэндолметан, ДИМ называется, 50 мг. В общей сложности здесь 200 мг. Хорошая дозировка в двух капсулах. Я где-то стараюсь единоразово принимать 200 мг. Хорошо. Если уже там серьезные проблемы, то можно начинать с индола-трикарбинола или ДИМа где-то с 400 мг. Но больше 400 там смысла нет. Оно ничего не даст. Розмарин экстракт есть здесь. И ликопен есть из томатов. Тоже очень хорошее вещество противораковое. Особенно для мужчин оно тоже рекомендуется. И сульфарафан из брокколи здесь тоже 200 мкг. Очень хороший состав, потому что тогда надо было бы, например, кальций-деглюкорат отдельно брать. Его здесь 100 мг, который тоже выводит, очищает печень от токсинов. Особенно от эстрогена тоже он выводит хорошо. Тоже он рекомендуется. И поэтому, если брать все по отдельности, вот эти все вещества, которые есть там и для печени, индолы, ДИМ отдельно, если брать еще какие-то вещества, здесь полезные, там куркумин, даже здесь есть еще силимарин, то намного дороже будет. В принципе, хорошо работает и сам индол-трикарбинол. Вы можете принимать индол-трикарбинол или диэндол-метан, ДИМ, они отдельно продаются. Даже есть экстракт брокколи, но более считается усвояемая все-таки формула ДИМа, хотя индол-трикарбинол больше изучен. Есть такие отзывы, что влияет он на щитовидку. Там такая запутанная информация, поэтому люди думают, что у них из-за брокколи может быть что-то щитовидкой. Хотя брокколи рекомендуется, это очень мощный, там содержится сольфарафан, очень мощный антираковый, антиканцерогенное вещество. Поэтому советуйте со своими врачами, никому ничего не советую, может быть вам действительно противопоказано это. Но если вы хотите избежать операций или отказываетесь от операции, то надо поддерживать все равно гормональный баланс, особенно эстрогена. Поэтому где-то хотя бы 100-200 мг в день надо принимать индола. Пока никаких других вариантов для вывода эстрогена я таких не нашла. Есть еще какие-то фитоэстрогены, конечно, которые тоже связывают эстроген, их путают с эстрогенами. Но фитоэстрогены, они тоже выводят эстроген, они связывают, обманчиво там действуют на эстроген, и он выводится как бы вместе с этими фитоэстрогенами. Как-то так вот, если грубо сказать. Очень хорошая добавка. Я в принципе на ней остановилась. Я принимала и ДИМ отдельно, и ДОЛ-3-карбинол, и отдельно брала кальций-деглюкорат, который тоже чистит печень. В принципе здесь сбалансированный такой состав, марка Natural Factors, и я остановилась бы на нем. Капсулы в принципе небольшие, удобно глотать, удобно пользоваться. Хорошие капсулы. Я принимаю две капсулы в день. Сейчас уже не регулярно, но хотя бы надо полгода пропить и ДОЛ-3-карбинол, и ДИМ, на чем вы остановитесь. Курс должен быть не менее полгода. Услышала, что какие-то там с щитовидкой могут проблемы быть. Ну, вы проверяйте щитовидку. Еще проверяйте, как у вас в организме с йодом состоит обстоятельство. Потому что с щитовидкой большая часть проблем из-за нехватки йода. Потому что в основном рекомендуемая доза сейчас уже увеличилась со 150 микрограмм. Кто-то там 400 микрограмм советует. Я вообще йод принимаю где-то по 10-12 миллиграмм. Это такая японская дозировка, которая более правильная, которая действительно действенная. И для всех органов этого йода хватит. Потому что дозировка 150 микрограмм – это только столько, сколько надо для щитовидки. И поэтому может страдать организм от нехватки йода. И тогда образуются какие-то узелки. Поэтому проверяйте свой уровень йода. Если у вас не гипертериоз, то есть функция щитовидки увеличена, а гипотериоз. Вот при гипотериозе надо принимать йод. А так как сейчас у большей части населения мирового нехватка йода, потому что связано это с экологией, кто там морепродукты ест, кто рыбу. Это всё сейчас токсично и не содержит той нормы. Вот японцы, они помимо того, что морепродукты, в рыбу, там вот это всё, водоросли, они ещё и добавка у них идёт на официальном уровне. Если принимают человека на работу, там стоит условие, что надо принимать 14 миллиграмм в день йода. Потому что йод, он хорошо воздействует на головной мозг. Я вот сейчас заказала Сайхерп йод наружного применения. Вот там как раз в 4 каплях где-то 10 миллиграмм йода я наружно капаю на руку. И вот я даже его не каждый день капаю по ощущениям. И уже смотрю, как он там впитывается. Есть такой йод, но он не всегда бывает. В марте он вроде как должен появиться. Ещё закажу про запас его. Так что если вы какую-то нашли информацию, что вам не надо пить эндол, трикарбинол, дим, то, конечно, советуйтесь с врачами. Или, по крайней мере, проверяйте свою щитовидку, проверяйте уровень активности её, проверяйте её состояние. Тогда уже принимайте решение. Но это тоже риск не выводить эстрогены, если они у вас повышены. Есть какие-то опухолевые заболевания в организме, которые вызывают эстрогены. Эстроген – это такой очень гормон коварный, который даже из-за него может быть рак. Повышенный уровень эстрогена, он как бы приводит к риску к такому. Ещё я отдельно заказала расторопшу, силимарин, 300 мг самой расторопши. Ещё здесь есть корень одуванчика, к моему, тоже очень хорошая штука для печени. И есть артишок, тоже очень хорошее вещество для печени. Поэтому это такой силимарин-комплекс, это не просто отдельно расторопша. Здесь ещё помимо расторопши, в которой содержится хорошее содержание силимарина, есть одуванчик и артишок, что очень хорошо работает для очищения печени, желчного. И, конечно же, тоже там и для поджелудочной хорошо, для пищеварения, можно сказать, это всё. Здесь рекомендуется принимать одну капсулу три раза в день. В основном люди принимают расторопшу с едой, с пищей. Как бы он хорошо работает. Я расторопшу даже покупаю в цельных зёрнах, перемалываю, ну или перемолотую покупаю, ну, чтобы не шрот был обезжиренный, такой, чтобы был очень питательный. Но в капсулах тоже очень хорошо. Вот такие здесь капсулы, небольшие удобные капсулы. Одну капсулу с едой можно принимать, или три в день. Ну, я, бывает, единоразово пью три штуки сразу, или две, как получается. Ну, вообще рекомендуется принимать три раза в день. Он тоже очищает печень и хорошо выводит эстроген из организма. Тоже вот селимарин, есть его, одно из его свойств. Недавно я узнала, что тоже он хорошо работает, как выводит все токсины с организма, в том числе и плохой эстроген, плохой холестерин. В общем, как раз он этим занимается. Поэтому селимарин экстракт тоже очень полезно пить. Конечно, там тоже его фитоэстрогеном кто-то уже назвал, уже на него пошли какие-то козни. Но я, опять же, говорю, что проверяйте, что такое, читайте побольше научной литературы. Это все спорно и очень много фитоэстрогенов. Вы не боитесь при этом гормоны, которые вы в молоке получаете, в яйцах, в мясе. Продолжайте это все есть. Не боитесь за свой организм. Но вы боитесь в травах какие-то фитоэстрогены, которые, наоборот, уже исследованы. И которые хорошо связывают как раз эстрогены. Ну, конечно, не надо ничем злоупотреблять. Можно делать перерывы, чтобы организм сам все это очищал, исправлялся. Но все-таки очень хорошая штука это. Даже врачи, в принципе, назначают. Я знаю, что люди, которые живут в зонах, тяжелых экологических зонах, они на постоянной основе, кто на заводах работает, они на постоянной основе пьют расторопшу. Потому что по-другому никак. Если печень не очищать, рано или поздно могут проблемы серьезно начаться. Вся кровь очищается через печень. Если печень плохо работает, то как бы весь организм начинает давать сбой, потому что токсины не выводятся и начинаются проблемы со здоровьем. Еще для поджелудочной здесь у меня я заказала два средства. Этот я уже повторно заказываю. Это джимнема сильвестра. Называется. В растении вот этом джимнема обнаружена такая джимнемовая кислота, как-то так называется, которая понижает сахар. Как бы вырабатывается инсулин, понижается тяга к сладкому. Кто хочет похудеть, тоже ее заказывает. Ну и у кого даже диабет тоже пропивают. Это уже там 70 лет известно об этом растении. Но только недавно, кстати, обнаружили интересный факт. Я нашла. Я столько слышала про рекомендации, что джимнема рекомендуется диабетикам, или у кого проблемы с поджелудочной, чтобы поддержать поджелудочную, тоже проходит как бы панкреатит особенно. Можно сказать, преддиабет такой, у кого лишний вес. Джимнема помогает вот как раз поддержать поджелудочную и вот с выработкой инсулина помочь. Ну, я нашла информацию, что помимо этого, по-моему, в 2013 году, совершенно недавно, ученые обнаружили, что джимнема очень хорошо подавляет кандида. Вы сами знаете, что многие ищут препараты от кандиды, сидят на диетах, но с кандидой очень тяжело побороться. Так что недавно было обнаружено в 2013 году учеными еще интересный такой факт. Вот джимнема еще снижает тягу к сладкому, и, возможно, как раз это все подтверждается, потому что обнаружили, что джимнема хорошо борется с грибом кандида, который очень коварный такой, многие не могут побороть, как бы очистить организм, даже сидя на диете. Какие-то даже сладкие фрукты, если вы даже не едите сахар, не едите мучное, но все равно какие-то сладкие фрукты, они ее все равно кормят. У кандида уже есть информация, очень много информации подтверждено, что часто она даже вызывает опухолевые процессы. То есть она, когда накапливается в организме, она может вызывать опухоль, поэтому она в кислотной среде держится, и поэтому часто рекомендуют принимать даже ту же соду, делают содовые инъекции в клиниках некоторых, потому что сода подавляет кандиду. Так вот джимнема, она очень хорошо обнаружила, что она убивает кандиду. Помимо кандиды, она еще другим интересным аспектом в исследовании эффекта джимнемовой кислоты является ее губительное влияние на рост иного опасного гриба, аспергилы. Опасно развитие этого микроорганизма для больных с ослабленным иммунитетом, после трансплантации и при коварном заболевании лейкоз. Это вот исследование Канцарского университета 2013 года. Было такое сделано потрясающее открытие прорыв фитотерапии грибкового заболевания кандидоза. Заболевание обнаружено практически у 80% людей во всем мире. Экстракт растения джимнемы лесной блокирует рост грибков кандида альбианс, что обусловлено активным воздействием джимнемовой кислоты. Ее уже используют более 2000 лет в индийской медицине, в древних рецептах айурведы. Работает она еще на пищеварение. Традиционно листилианы использовались при заболевании желудка в запорах, а водные отвары джимнемы применяют в народе при отеках, тем самым очищая печень от шлаков и токсинов и избавляя организм от лишней жидкости. Свежие листья лианы прекрасно утоляют голод, а главная потребность в сладостях, что было замечено еще с древних времен. Свежие листья растения используют как антисептическое и ранозаживляющее средство при ранах, ожогах, воспалениях. Вот такой очень интересный факт, который я только сегодня обнаружила. Нашла такую информацию, накопала. Ну, это как бы логично, потому что если убирается тяга к сладкому, то значит кандида ослабевает. Поэтому я джимнему уже баночку пропила. Вот я допила сейчас вот в капсулах от Now Foods. Я ее стараюсь принимать с едой, особенно ее рекомендую принимать, если вы углеводистую пищу едите там на диете, не хотите растолстеть, вот тоже джимнема идет. Ну и, конечно же, она дает выработку инсулина. Ну, в общем, если вы хотите разгрузить свою поджелудочную, которая там, если есть панкреатит уже, или какие-то ощущения в поджелудочной, или какие-то диагнозы, то вот джимнема тоже рекомендуется принимать. При преддиабете, при диабете. И вот еще, если вам надо подавить кандиду, многие спрашивают, как убрать кандиду, как убрать кандиду. Еще добавился, помимо других препаратов, которые есть в траве, вот такой интересный, как джимнемовая кислота. Понижает сахар в крови. Многие люди при регулярном использовании пишут, что понижается сахар до нормы. Наверное, многие даже могут заменить это, свои всякие препараты. Вот именно вот в этой от Source Naturals, здесь джимнема, вот в таких, они немножко горьковатые, как бы в таблетках. Поэтому, кто не любит траве и запахи всякие, но они гладкие, хорошо глотаются, ну, я больше предпочитаю все-таки капсулы. Вот, потому что бывает, просто, ну, не принимает организм, не хочется каких-то запахов, вкусов. Вот они немножко горьковатые. Я не обратила внимание, что это в таблетках она, ну, в принципе, я ее тоже пропью. Из 120, получается, таблеток. В следующий раз посмотрю в капсулах, если я ее буду продолжать курс пропивать. Вот я недавно выпила, ее попробовала, она горьковатая на вкус, ну, в принципе, нормально, ничего, никаких побочных эффектов нет. Джимнема еще, она хорошо воздействует на, как бы, пищеварительную систему, понижает сахар, по-моему, даже. Она как диуретик идет тоже, ну, то есть, может, как бы, поэтому отеки убираются. Вот, ну, вообще, очень хороший препарат, очень хорошая, хорошая, недорогая трава, и берут и пожилым людям тоже, и диагнозы можно снять тоже, диабет лечится. Ну, а если вы еще не подсели, конечно, на инсулин, на серьезные какие-то там лекарства, все равно можно пробовать понижать сахар. Ну, конечно же, и на диете сидеть, соответственно, потому что многие диабетики, они думают, что углеводы только из-за углеводов страдают, повышается сахар. На самом деле, были давно уже исследования, об этом знают врачи. Они просто не считают нужным уведомлять вас или сами, как бы, вникать в эту информацию, что нельзя есть жирную еду. Хотя, да, при диетах там нельзя ничего жирного, но многие не понимают, что какой-то там, даже если нету еще диабета, то вы в зоне риска, если вы любите жирную еду, жирное, мясо, сало, вот это все, это даже больше приводит к диабету, чем сладости. Хотя тоже сахар, он, это не наша еда, не полезная очень. Если вы уберете сахар, вы почувствуете, что и овощи сладкие, и борщ сладкий, и суп сладкий вы, когда едите, очень много сладостей. Салат может быть даже сладкий. Это уже проверено в своем опыте. Я уже несколько лет как без сахара, и спокойно без него обхожусь. Я могу там какие-то, конечно, сделать сладости из фиников, там вот это все. Ну и для поддержки поджелудочной я еще взяла вот эту джим-нему, чтобы немножко разгрузить, попробовать, посмотреть, как она работает, чисто даже опытным путем. Я стараюсь ее принимать 2 капсулы или 2 таблетки с едой. Ну и если вспоминаю, получается 2-3 раза в день я ее пью. Бывает 1 раз в день. Ну желательно с каждой едой принимать, чтобы вот хотя бы курс такой пройти. Еще я заказала панкреатическая такая формула от доктора Кристоферса. Хорошая марка. Здесь 100 капсул в, получается, в баночке. Еще до этого я заказывала вот такой в каплях. Допиваю. Он у меня тоже стоял. Но я решила опять что-то для поджелудочной взять, как бы курс такой пройти. И точно такая же формула с таким же составом есть в каплях. Ну кто-то говорит, что эффективнее капли. На этот раз я еще взяла. Я допью вот это в каплях. И получается пью 2 пипетки. Там дозировка указана. Ну где-то вот дозировка рабочая. Я пью 2 пипетки 1-2 раза в день. Здесь очень хороший состав. В составе здесь ягоды, хвойные ягоды, кедровые, по-моему, даже есть. Кстати, кедровый орех тоже настойку делала. Я ее пью. Дополнительно считается, что для поджелудочной очень полезны всевозможные такие хвойные породы растений. Во усилие листья. Всегда они добавляют каинский перец для усиления работы препаратов у вот этого доктора Кристоферса. У него хорошие формулы такие. Составы здесь похожие, одинаковые. Каинский перец есть. Тут тоже 40 единиц вот этих. Как бы сила его получается. Рекомендуется принимать 2 капсулы 3 раза в день. Ну, то есть, вот это панкреатическая формула. Многие ее считают, что это панкреатин. И в отзывах есть, что как бы очень хорошо помогает для переваривания пищи. Если там какая-то сложная пища. Ну, вообще, она пьется для панкреатита, для здоровья поджелудочной, для укрепления. У кого левый бок тянет, болит, или плохие какие-то показания по поджелудочной. В общем, у кого панкреатит, есть диагноз. В общем, пропивают Кристоферс и чувствуют облегчение. Я тоже для профилактики лечения пью ее. Я как-то вот покупала капли, но не пропила их. Сейчас я их допиваю по 2 пипетки. Срок годности до 24-го. Нормально стояли у меня. Что-то я не пользовалась. Сейчас я решила взяться за поджелудочную. И взяла панкреатин, и джимнему, и вот этот силимарин тоже взяла. Тоже все для печени поджелудочной, для очищения печени и поддержки поджелудочной. Так что можете почитать отзывы еще на сайте iHerb. Там перейдете по ссылочке на товар. И есть отзывы людей реальных, которые реально это уже пропивали, и у которых есть результаты. Я когда вспоминаю поджелудочную, я тоже какие-то препараты беру для нее для поддержки, потому что кажется, что само собой все образуется. Но все равно надо травами поддерживать. Еще я дополнительно пью, тоже настойку сделала кедровых орехов в скорлупе. Прямо залила водкой. 100 грамм орехов, по-моему, и в полулитровой баночке залила водкой. Настояла 3 недели. Вот тоже по чайной ложке где-то в день пью. Хотя вот в этой формуле здесь есть тоже кедровые ягоды, как здесь написано. Ну вот кедровые орешки. Ну, наверное, кедровые орешки. Хотя написано кедровые ягоды. Может, что-то они другое имеют в виду. Может, шишки. Ну, такой хороший здесь состав, такой подборочка, потому что больше для поджелудочной, такого травяного я ничего не нашла. Помимо вот этих ферментов еще. Ну, конечно же, можно еще брать панкреатин. Но это уже животного происхождения ферменты. Можно еще с вот этой панкреатической формулой пропивать. Ферменты там папайю добавлять. Или вот вобензим тоже такие сильные ферменты. Тоже по три штуки можно. Если уже с поджелудочной совсем тяжело, или хотите, чтобы ее разгрузить, она не какое-то время отдохнула, тоже можно какое-то время, хотя бы там месяц-два, пропить с едой, например, ферменты. Животные или растительные. Ну, вот такой у меня был обзор продукции с сайта iHerb, которую вы тоже можете приобрести на этом сайте. Под видео есть все ссылочки на товары. Вы можете посмотреть, что почем почитать отзывы на вашем языке. Там есть, выбирайте. Посмотрите отзывы, что пишут люди, какие у них результаты. Очень много полезного. Можно и по отзывам почитать. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо, что подписываетесь на канал. Спасибо, что используете мой купон SJS024 при каждом вашем заказе. Он дает скидку 5%. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.